Новая игрушка, которую подарили Роме на день рождения, была и правда замечательной. Он часами сидел на полу, запуская локомотив. А сегодня решил узнать о железной дороге побольше и отправился на вокзал. Кстати, ребята, без родителей находиться в таких местах опасно. Привет, Рома! Я Потап Таптыгин. Привет, Потап! Вы играешь со мной? А ты знаешь, что играть возле железной дороги опасно, даже если эти игры у тебя в телефоне. Не знаю, а почему опасно? Такие действия отвлекают твое внимание. Если не услышать или не заметить приближающегося поезда, может произойти авария и пострадают люди. Я бы не хотел, чтобы из-за меня кто-то получил травмы. Настоящая железная дорога мне понравилась, но с игрушечной домом безопасней. Молодец, Рома! Это верное решение. Потап, а я видел в интернете, что мальчишки цепляются на вагон и катаются, а мне можно так. Это зацепинг. Это очень опасный способ передвижения. Часто он становится причиной тяжелых травм и даже гибели. Лазить по вагонам категорически запрещается. Понятно. Я не собирался этого делать. Просто стало любопытно. Смотри, потап, кажется, могу затянуться до проводов. Рома, это плохая идея. Если приблизиться к электрическим проводам ближе, чем на 2 метра, тебя ударит мощным разрядом тока, который несовместим с жизнью. Ого! А детские шалости могут повлечь за собой травмы и гибель многих людей. Например, целый состав может пострадать, если вдруг на рельсах окажется посторонний предмет. Путешествовать поездом очень приятно и увлекательно, если все участники знают о технике безопасности и не нарушают правила. Узнав, как опасно проводить время у железнодорожных путей, Рома будет играть только на детских площадках. В следующий раз Потап Топтыгин может не успеть прийти к тебе на помощь. Поэтому запомни, что железная дорога не место для развлечений.